Девушки отдыхают Новоселье в Нижнекамске Мы столько этого ждали Да, первая квартира наша На какой стадии другие дома для социоподсечников Лина Зинатулина Когда высокая скорость и трюки на мотоцикле Официально разрешены Сегодня лед тронулся Сегодня есть понимание страны ГИБДД Как в Казани открылся мотосезон И что за нем делали сотрудники ГИБДД Увидел Сергей Хайдаров Шире круг Каравон С такими словами сегодня Рустам Мениханов Обратился к татарстанцам Он поздравил жителей республики С праздником русской культуры Каравон Народные гуляния развернулись В селе Никольское Лаишеского района Я уверен, Каравон послушает Сохранению и развитию народных традиций Укреплению межкультурного диалога Единства многонационального народа Татарстана Говорится в поздравлении президента И сейчас мы перемещаемся на площадку Каравона 26-й по счету в новом исчислении 30-летия его основоположников И звездный гость Надежда Бабкина Каравон традиционно объединил Тысячи участников и гостей разных национальностей Такие встречи указом президента республики Стали государственным праздником Что такое Каравон Наш корреспондент Дмитрий Аринин Расскажет определениями Начинающимися с каждой буквы слова Каравон Буква К Каравон это концерты На сценах больших и малых И просто самодеятельные На заваленке Буква А Каравон это ансамбли В этом году в Никольске приехали Полторы сотни коллективов Из 11 регионов страны Впечатления Видите все на ногах На руках и на лице Самые добрые впечатления Живем и радуемся И татары и русские Мы уже не первый год сюда приезжаем Нам давали и дипломы Ох барыня ты моя Сударыня ты моя Несмотря на такую вроде холодную ветреную погоду Но все гуляют довольны Летом в поле засохой Летом в поле засохой Основоположников и тезки фестиваля Лаишевского ансамбля Каравон в этом году юбилей 30 лет В этом случае с возрастом Юбиляр все моложе В составе все больше молодежи Каждая песня содержит Какой-то смысл определенный Вот ты просто поешь ее Вот так вот понимаешь И все происходящее Это на реальных событиях Были песни составлены В основном песни свадебные Буква Р Каравон это развлечение И такие как веселились наши предки Еще одна буква А Каравон этой артисты Российской величины В этом году звездной гостьей Стала Надежда Бабкина Ее ансамбль «Русская песня» Наша задача взрослых Детвору воспитывать Помогать им познать Всю красоту Национальных традиций Это очень важно И тогда мы понимаем Что мы едины все вместе Что касается Татарстана Слушайте, это удивительная Сама по себе республика Красоты неимоверные Потому что руководители нормальные И работают и делают для людей И поэтому в окружении Мы видим, что происходит Буква В Каравон это выставка народного промысла На этот раз свои умения показали Более трехсот мастеров Пятнадцать годиков занимаюсь И с каждым изделием Учусь и учусь Пределов нет Вот, например, карабушка Зацените Буква О Каравон это официальные поздравления Награды и открытия Так сегодня в Никольском Свои двери распахнуло Русское подворье От правительства республики Гостей с праздником Поздравил Алексей Писошин Каждый год совершенствуется Молодцы Я хочу поблагодарить Организаторов Участников За то, что они находят Время, силы, желания Участвовать в таких праздниках Буква Н Каравон это народные Многотысячные гуляния Что неизменно завершаются Общим хороводом Символизирующим Дружбу всех народов Дмитрий Аринин Данил Филатов ТНВ Лаишевский район Компания Штадлер Может обосновать Своё производство В особоэкономической зоне Алабуга Сегодня глава концерна Петер Шпуллер Осмотрел возможности Экономической площадки Сопровождал его Рустам Миниханов Президент отметил Готовность руководства Татарстана Оказать Всю необходимую поддержку Инвестору В случае если он Примет решение О создании завода В республике Компания Штадлер Один из крупнейших В мире производителей Железнодорожного Пассажирского транспорта Штаб-квартира Находится в Швейцарии Ранее с его руководством Рустам Миниханов Встречался в Женеве 2% до финала В Татарстане Засеяно 98% площадей О чем сегодня Рустам Миниханов Сообщил глава Минсельхоза Марат Ахмед Требования этого года Успеть вовремя Проборонить землю И до и после посева Чтобы для роста Оставалось Достаточно влаги Министр заметил Несколько раз За неделю Местами в республике Был дождь Но на будущий урожай Это вряд ли повлияет Президент же рекомендовал Не терять моменты И позаботиться О защите растений А также Кормозаготовки Да Тонны мы заготовили А если Она Там прокисла Или Там не высушена Или пересушена Поэтому Все эти вопросы Очень важны Мират Горьевич Кормозаготовку Жестко держать На контроле Чистовая отделка Счетчики Система пожаротушения В свои новые квартиры Сегодня въехали Нефтехимики Нижнекамска Дом стал четвертый Заселенный новостройкой В 49 микрорайоне Жилье по льготной ипотеке Получили работники Татнефти На какой стадии Другие дома Для соцпотечников Узнала Лина Зинатулина Все возможности Под рукой В чистовой отделке Все квартиры Пластиковые окна Добротные двери Сантехника Счетчики на газ Воду и электричество И даже системы Пожаротушения Все это с удивлением И радостью Разглядывает Своей двухкомнатный Работник Танека Тимур Файзулин Квартира очень хорошая Спасибо нашей организации Которая Такую программу Ведет Для молодых семей Для молодых работников И в этой высотке 160 квартир 12-этажный дом Уже четвертый Заселенный в 49 микрорайоне Госжилфондом При президенте республики Сегодня мы получили Трехкомнатную квартиру Мы очень рады Потому что у меня Доченька идет в первый класс И мы пойдем в новую школу У меня будет Стол компьютерный Кораллового цвета Мы столько этого ждали Да Первая квартира наша Как бы Не передать ощущения Очень приятно Радует Всего же в микрорайоне Планируют возвести 20 домов Высокая степень готовности Уже сегодня Еще у трех новостроек Есть дома по 80 квартир По 120 квартир Всего 1099 квартир По плану Мы планируем построить И ввести в эксплуатацию В этом году Это еще 10 домов В которых нижнекамцы Смогут начать новую Счастливую жизнь Лина Зинатольевна Все проекты из Татарстана Прошли в финал Всероссийского конкурса Лучших проектов Создания городской среды Этой новостью В своем инстаграм Поделилась Помощник президента Татарстана Наталья Фишман Конкурс предполагает Что победители Получат крупные гранты На воплощение Самых смелых идей По благоустройству Будет выделено 5 миллиардов рублей На 60 малых городов И 20 исторических поселений В финал Эксперты отобрали Проекты благоустройства Всех 24 населенных пунктов От Татарстана Уже завтра проекты Оценит федеральная комиссия В Казани Во время чемпионата мира На футбольное поле Выйдут зарубежные бизнесмены Они сыграют товарищеские матчи Это часть бизнес программы Которую подготовили Специально для потенциальных инвесторов Гостей футбольного мундиаля Как спортивные мероприятия Повышают инвестиционный потенциал республики В интервью Лисан Сабировой Рассказал руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минулина Талия Олегизовна Мы говорим о том Что такие масштабные мероприятия Повышают привлекательность Казани Татарстана Только за последние 5 лет Мы провели универсиаду Водный мундиал Кубок конфедераций Вот на подходе Уже футбольный чемпионат Можно ли говорить о том Что за счет таких мероприятий Мы смогли привлечь новых инвесторов Конечно Во-первых У нас огромное количество Бюджетных инвестиций Направляются на инфраструктурное развитие Потому что принимать мировые международные события Конечно нужно соответствовать международным стандартам Когда мы принимаем здесь международные события У нас должно быть достаточное количество Общественного транспорта в хорошем состоянии Достаточное количество гидов Которые подготовлены По международным стандартам У нас должно быть достаточное количество отелей В том числе сетки Международного уровня Поэтому все это, конечно, работает на привлечение инвестиций. Кроме того, все эти чемпионаты, конечно, освещаются средствами массовой информации. Очень серьезные и чем масштабнее события, тем больше мы получаем узнаваемость нашей территории, то есть Татарстана, за рубежом. Например, вот Евроньюз сейчас снимает ролик про Татарстан, рассказывает не столько даже о самом событии, сколько о возможностях, которые предоставляет экономика Татарстана для инвесторов. Как мне известно, в рамках чемпионата мира будет организована специальная программа для бизнесменов. Что она из себя представляет? Дело в том, что уже есть такой мировой опыт. Мы немножко подсмотрели его у Германии. Они, когда проводили у себя мировой чемпионат футбольный и другие матчи тоже у них проходили, они обычно делают программу для бизнесменов-болельщиков. Мы тоже сделали такой консорциум. Мы тоже проводим дружеские футбольные матчи между этими бизнесменами. То есть они тоже себя хотят почувствовать приобщенным, так сказать, к спортивному событию, к спортивному образу жизни. И, конечно, деловая программа, которая включает уже не только общие экономические возможности и информацию о них. То есть мы рассказываем и везем их и в наш презентационный центр, показываем наши эти парки, там основные объекты инфраструктуры, но и B2B-встречи. Фактически создаем бизнес-миссии под те чемпионаты, которые будут проходить здесь. В прошлом году во время Кубка конфедерации вы говорили о том, что открыли для себя футбол. Планируете ли посетить этим летом матчи? Мне кажется, это даже какой-то грех немножко, когда у тебя в городе родном проходит такое мировое событие, туда просто не пойти, но я не знаю, как нужно, чем еще можно в этот момент заниматься. И когда он уже у тебя дома, ну куда деваться, конечно, пойду. И вам советую. Спасибо огромное. И еще о трендах, но уже в большом спорте. От зашнурованного вручную до футуристично гладкого. За почти столетнюю историю чемпионата мира по футболу самые большие изменения произошли с официальным мячом. Он менял цвета, материалы, игровые свойства. Полет мяча через два десятка чемпионатов проследила Лина Зинатулина. У первого чемпионата в 1930-м было сразу два мяча. В финале каждым играют по половине матча. Аргентинские и уругвайские мячи были сделаны из кожи с кожаными шнурками. В 1934-м их заменили хлопковыми для меньшей травматичности игроков. А в 50-м от шнуровки уже навсегда отказались. Мяч стал еще безопаснее и обрел более округлую форму. С 1954 года параметры мяча регулирует FIFA. Весить он должен не меньше 410 и не больше 450 граммов. Продолжается тренд на мячи желтых, оранжевых и коричневых оттенков. Вплоть до 1970-го, когда в историю футбола навсегда вошел революционный черно-белый дизайн. Объяснять он, кстати, просто. Отлично смотрелось в черно-белых телевизорах. Два цвета в разных комбинациях сохранялись еще шесть чемпионатов. А вот материал навсегда изменился в 1986-м. Первый полностью синтетический мяч наконец получил нужную водонепроницаемость, и натуральная кожа с тех пор не использовалась. С 1998-го мячам вернули яркие краски, а создатели продолжали добиваться лучшей аэродинамики, нужного отскока и большего контроля над спортивным снарядом. И если с истоков чемпионата в ходу был хендмейд, то в 2002-м футболисты в последний раз сыграли мячом, сшитым вручную. А таким футуристичным мячом играли в Германии в 2006-м. На 60% меньше стыков для точности удара. Но вот вратарям поймать абсолютно гладкий шар было сложнее. А мяч 2010-го уже все посчитали инженерным провалом. Даже на дистанции в 20 метров он мог несколько раз поменять направление. Мяч последнего чемпионата 2014-го перед запуском 2,5 года тестировали сотни лучших футболистов на трех континентах. Его для финала выполнили в желто-зеленых цветах под стать кубку. А главный атрибут грядущего в России чемпионата наоборот – черно-белое ретро. У него абсолютно новый каркас, изготовленный из высокотехнологичных материалов с использованием переработанного сырья. Как он проявит себя в игре, увидим меньше, чем через месяц. Соревновались в скорости, выполняли трюки, пытались есть сосиски. И все это верхом на мотоцикле. Так, сегодня на Казань-Ринге официально открылся мотосезон. Сюда съехались тысячи мотолюбителей со всей страны. А вот что здесь делали инспекторы ГИБДД, узнал Сергей Хайдаров. Рев моторы и сложнейшие трюки. И все на руле мотоцикла. Еще секунды и байкер на железном коне стоя. Так на Казань-Ринге стартовал новый мотосезон. Сегодня лучшие мотоциклисты со всей страны удивляли и восхищали зрителей. Да прямо сейчас один из самых веселых моментов сегодняшнего открытия мотосезона. Ведь организаторы объявили сосиска-пати. Задача пассажирки прямо на ходу съесть подвешенную сосиску. Как видите, это удается далеко не всем и не всегда. Если такое вождение это выбор молодых и смелых, то этот мотоцикл уже для семейного человека. Ивановы так ездят не только на рыбалку и пикники, но и даже дочку в садик отвозят. Говорят, на дороге они в центре внимания. Потому что нет человека, у которого не было бы в семье мотоцикла. Обязательно. У дедушки или у дяди обязательно был мотоцикл с коляской. Урал, Днепр, Рыж, неважно. У всех он был, и поэтому все смотрят. Увидеть эксклюзивные модели не проблема. Все они здесь. Причем свой мотопарк представили даже спасатели и полицейские. Инспекторы пришли не забавы ради, а для профилактики. С начала года на дорогах республики произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. С участием водителей мототранспорта, в которых 5 человек погибли. И 13 получили травмы различной степени тяжести. С этого года, с этого открытия, есть понимание, есть общение. И есть, скажем так, алгоритм и дальнейший план работы у ГИБДД с нами, у нас ГИБДД. Сотрудничать полицейские и мотолюбители начнут еще до начала чемпионата мира по футболу. Уже запланированы совместные рейды. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Высокогорский район. Они вышли из сумрака, чтобы показать свое видение современного театрального искусства. Завтра откроется лаборатория «Город артподготовка». А сегодня молодые режиссеры и артисты показывают свои эскизы на заданные темы. Один из них под казанским «Мостом-миллениум» молодого режиссера Алии Мустаева. Историю об улицах оценила Альбина Минибаева. Улица «Мы под мостом-миллениум» — это и есть локация для постановки «Молот. Сумерки». История про казанский феномен. По версии режиссера, именно здесь собирались преступные группировки. Естественно, я слышала про это страшное время для Казани, когда Казань держала даже Москву и Петербург. И думаю, вы об этом тоже в курсе. И эта тема, на самом деле, очень современна. Первый эскиз отыграли в 3 часа утра. Было всего лишь 0 градусов. Второй показ в 7 часов вечера. Чуть теплее, но тем не менее. Актеры согреваются как могут. Александра, как вы утепляетесь в перерывах? У нас есть чай горячий, одежда. Когда мы просто готовили, еще было холоднее. Там ветер был гораздо сильнее. Зрителем стали не только те, кто специально пришел посмотреть на постановку. Вот все, кто собрались сегодня в 7 часов вечера. Ну и кто проезжал мимо под мостом «Миллениум». Поэтому здесь припаркованы велосипеды. Столько людей. Мы что-то поспрашивали, сказали, будет какое-то представление. Как вам постановка? Мы мало разбираемся в таком виде искусства. Поэтому мы просто смотрим и пока еще не понимаем, что происходит. Я понял о ужасе. То, что это о ужасе улицы вообще. Делать из этого прокатную историю. Здесь нужно очень многие вещи переделывать. И делать так, чтобы было комфортно и актерам, и зрителям. Лаборатория отработает до воскресенья. И не исключено, что молодцы умерки покажут еще раз. Эскиз возьмут для реализации полноценной постановки. Это уже будет зависеть от критиков и реакции зрителей. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ДНВ, Казань. В Казани в эти минуты завершается первый день республиканского ифтара этого года. Первый, потому что в этом году организаторы решили разделить разговление на два дня. Сегодня соберутся мужчины, а завтра женщины. Вновь он проходит в Казанской академии тенниса. Специально для верующих городские власти выделили шесть дополнительных автобусов. На ифтаре сегодня был и Рустам Миниханов. С какими помыслами пришли верующие и какими впечатлениями они делятся, выслушал Рамиль Шайдулин. Протяжным азаном начинается общий намаз. Тысячи с лишним верующих из районов Татарстана, гости из Ирана, Турции и Казахстана. Рядами внутри они снаружи академии тенниса, как годом ранее. В зале только мужчины. В это тяжелое время междоусобиц, приходя сюда на ифтар, видя эту чистоту, ощущая светлые намерения окружающих, думаю, в каждом проснется хотя бы немного милосердия. Викторина на знания азов ислама и только через смартфоны. Почему месяц Рамазан называется именно так, когда можно есть и когда нельзя? Вопросы не остаются без ответа. Самый разгар у разы. Верующие подтягивают знания. Альхамдулла, очень даже хорошо в этом году и погода, вы сами видите. Прохладная погода, не тяжело. В южных регионах нашей страны очень жарко, им труднее, наверное. Ну, Аллах смилился над нами и нам гораздо легче. Погода отличная. Немного прохладно. Это нам очень хорошо, кстати. С заходом солнца верующих ждет праздничный стол. Овощи, сухофрукты и традиционный плов, на который организаторы приготовили больше тонны мяса и 600 килограммов риса. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике в сети. Я же прощаюсь с вами. До новых встреч на ТНВ. Всего вам доброго. Всем привет! Сразу же всех поздравляю с субботой. А завтра еще и воскресенье. Вообще класс! Хотя так, каждую неделю у нас сначала суббота, потом воскресенье. Но радуемся мы каждый раз, как в первый. А в частности, поздравляю всех одиннадцатиклассников, выпускников с последним звонком. Хотя, наверное, это праздник не столько для учеников, сколько для учителей, которые сначала поплакали, а потом ю-ху! 24 мая прозвенел последний звонок во всех школах республики. Почти шесть тысяч выпускников у нас в этом году отправятся во взрослую жизнь. Времена меняются, мода тоже. И сейчас уже вместо классического вальса можно увидеть даже такое. Ну, ребята, одним словом, сделали шоу. Думаю, именно после таких танцев ребята идут к речке и вперед купаться. Ну, конечно, их же сам Эл-Ван благословил. Но нам остается пожелать ребятам удачи на экзаменах и в добрый путь. До свидания! Парочка интересных новостей и событий, которые должны вот-вот случиться. Беспилотный шаттл от КамАЗа появится в Казани. Шаттл это автобус, если вдруг кто не в курсе. В июне его уже запустят, а когда смогут на нем ездить горожане, пока не сообщается. В Казани во время чемпионата мира приготовят полуторатонный футбольный мяч из Чак-Чака. Пока этот мяч будет лететь в ворота, его наши игроки уже съедят. Хотя это, наверное, вынужденная мера, чтобы наши соперники просто не смогли передвинуть этот мяч. 30 мая наш хоккейный клуб Акбарс отметит победу Кубка Гагарина праздничным концентром в центре Казани. Будет работать фан-зона, фудкорт. Выступят Полина Гагарина, группа Пицца и МОТ. Думаю, будет интересно. Я вот схожу. А вы? Что нам известно из последних достижений Казани? Зенитула Беллидинов признан лучшим тренером континентальной хоккейной лиги. Поздравляем. А также Казань заняла 30 место, то есть последнее в рейтинге самых матерящихся городов. Это, конечно, сильное достижение. Мы теперь не только спортивная, но еще и культурная столица. Только вот меня больше всего интересует сам процесс. Как они определяли, где сколько людей матерятся? Если у вас есть варианты, пишите в комментариях. А сейчас время нашей постоянной рубрики в сети с президентом. И сразу же лучший кадр президента. Неделя Рустама Мениханова началась с Казанского марафона, где он и еще 10 тысяч человек приняли участие в забеге. Еще раз. Привет, дорогая. Сколько? Сколько вы бежите? Мы бежим столько, сколько сможем. Да, вот побежим столько, сколько сможем. Аленов 42, видите? Аленов. Только с Рустамом Наргаличем трешку отбежали. Здравствуйте, Рустам Наргалич, ты как вы? Молодцы. Вот с кого надо брать пример. Поэтому, чтобы на следующем марафоне все пробежали. Тем более, лето скоро, как бы, надо подготовиться к пляжному сезону. Также президент поздравил всех с Днем Химика. Затем отправился в Ознакаевский район, где нашел корову, которая дает 52 литра молока. 52 литра! И еще много фотографий с различных официальных поездок. Работа кипит. Очень комичная и жизненная ситуация. В США родители через суд заставили 30-летнего сына съехать от них, потому что он нигде не работает и отказывается выходить из комнаты. Сын, конечно, хочет подать на апелляцию, на приговор, чтобы выиграть для себя хотя бы месяц времени. Но не знаю, что из этого получится. Причем, вот он прямо, ну, подходит под описание. Так что, ребята, если вы решили просидеть всю жизнь у родителей, не получится. Сейчас, наверное, уже родители вот таких вот сыновей. Так, Улэм, ну-ка сюда иди. И напоследок, топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Королевская свадьба, все уже должны знать. Вторую строчку занимает премьера фильма Дэдпул 2. Я еще не ходил, поэтому без спойлеров. И замыкает нашу тройку последний звонок. Простые слезы учителям мы дарим розы. Ой, не надо. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, фотографии, видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто против? Я за. Хороший вкус приносит удачу. В честь 20-летия торговой марки РМ. До конца августа покупай колбасы и мясную продукцию РМ с эмблемой акции. Регистрируй промокод и участвуй в розыгрыше путешествия и денежных призов. Колбасы РМ. Удача нам по вкусу. Снова в Казани. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Транстехсервис дает второй шанс для выбора автомобиля с пробегом. Заменим автомобиль в течение 7 дней после покупки. Гарантируем правильный выбор. Ведь у нас в наличии более 5000 автомобилей с пробегом. Подробности на сайте tts.ru. Ждем в нашем новом автосалоне автомобилей с пробегом «ТТС Гарант». По адресу город Казань, Юдино, улица Бирюзовая, 38. 1 июня. Приглашаем на волшебное летнее шоу «Елка-2» в Корстон. Подробности 279-30-79. Без возрастных ограничений. Кто-то ее опасается. Для кого-то она становится последней надеждой. Большинство ее даже не замечает. А мы, работая с ней каждый день, знаем точно. Без химии невозможно представить ту жизнь, к которой мы привыкли. С Днем Химика! Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в мае со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание, 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В воскресенье температура в республике заметно повысится. Но ожидаются осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно, без осадков и до 20 градусов тепла. На северо-востоке республики пасмурно. Ожидается дождь. Там температура воздуха составит плюс 21 градус. На севере республики дождливо и до 21 градуса тепла. На северо-западе тоже не обойдется без осадков. Там температура воздуха составит плюс 20 градусов. На юго-западе республики облачно, но осадки не ожидаются. Там температура воздуха составит плюс 22 градуса. В центре Татарстана облачная, местами дождь плюс 21. В последующие сутки ожидается понижение температур. Выставки «Мир динозавров» и «Веселые мультяшки» открылись в ТРЦ «Южный» по адресу проспект Победа, 91, первый этаж. Выставки работают с 10 до 22 часов без выходных. Приглашаем в ТРЦ «Южный» на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267-39-80. В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктор Рос с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам, убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево-11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани ожидается дождь плюс 22 градуса. Ветер северный, порывистый. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 42%. Магнитное поле земли спокойное. Вы хотите получать чистую продукцию в ваших садах и огородах? Вам поможет Россельхозцентр и его биосредства. Здесь вы можете приобрести препараты на основе живых микроорганизмов, полезных насекомых, проверить почву и продукцию на безопасность. От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр. Казань. 277-82-29.